Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Черный день календаря. В России вспоминают жертв политических репрессий. Энергию в мирное русло. В Чебоксарах обсудили меры профилактики экстремизма и терроризма. В армию с братом, близнецы из Маргаушского района, прошли отбор в президентский полк. 30 октября. Один из самых скорбных дней в российском календаре. Ежегодно миллионы людей собираются у памятников жертвам политических репрессий, чтобы вспомнить всех безвинно казненных и тех, чьи жизни оказались исковерканы приговорами НКВД у ГПУ спецстроек. В Чебоксарах люди приходят к памятнику, установленному на месте массовых захоронений, расстрелянных в годы репрессий. Тела убитых свозили на окраину города, на кладбище по улице Богдана Хмельницкого. Сегодня там прошел траурный митинг. Около 40 миллионов человек в сталинские времена были признаны политическими врагами Советского Союза. При этом до сих пор не подсчитано точное количество физически ликвидированных, расстрелянных, замученных в лагерях. Цифра колеблется от 4 до 6 миллионов. Чувашу эти репрессии также не обошли стороной. Представители региональной общественной организации жертв политических репрессий уже есть во многих районах республики. И у каждого из них родители, бабушки или дедушки либо прошли через лагеря, либо навсегда сгинули за колючей проволокой или НКВДшных застенках. В 1937 году был посажен мой отец. Как политический мотив, как трачкист, враг народа и так далее. Он отсидел 10 полных лет, вернулся в 1948 году. У нас осталось 6 родителей, матери. Я предпоследний. В живых остались настолько сирсатой. Сегодня в Чебоксарах проживают около 460 реабилитированных. Многие из них уже не в состоянии прийти к памятнику. Но по инициативе региональной организации в свет вышла книга. Своеобразное опоминание всех, кого не пощадила Родина. Удалось издать нам общими силами книгу памяти жертв в двух томах. Там, конечно, есть статья о моем отчестве, что я могу сказать. Люди помнят своих родителей, дедушек, бабушек. Вот потом и сюда приходят. С каждым годом людей, принимающих участие в Дне памяти жертв политических репрессий, становится меньше. Но, как они отмечают, традиция собираться каждый год у братской могилы на кладбище Богдана Хмельницкого будет продолжаться до последнего. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. К другим новостям. Открытие нового производства в регионе положительно сказывается на бюджете Республики. Создание новых рабочих мест – плюс для муниципалитета. Об этом шла речь на встрече главы Республики с руководством Военно-промышленного банка. Военно-промышленный банк активно поддерживает проекты по импортозамещению товаров в российском производственном секторе. ВПБ финансировал строительство широкопрофильного производственного комплекса по выпуску клинкерной фасадной плитки одного из заводов в городе Новочебоксарск. Сегодня глава Республики Михаил Игнатьев встретился с председателем Совета директоров. Для нас это новое производство, для нас это рабочие места, плюс налоги и в республиканский бюджет, и в муниципальный бюджет. Это очень важно. Риски, конечно, есть у каждой сторон, у каждого хозяйства субъекта, но риски, я думаю, не оправданы. Перспективно мы их будем сотрудничать, в ресурсах наши предприниматели нуждаются. Я хотел поблагодарить, Михаил Васильевич, за то участие, которое вы принимаете в республике, насколько она расцветает при вас. То есть и такого благоприятного, доброжелательного отношения. Риски, Баклона, такие слова, они каждый день говорят, все ругают. Приятно слышать добрые слова. Извините, что ты любишь. Реально, да, настолько комфортные, человечные отношения именно к развитию производства, причем импортозамещающего производства, что на сегодня является исключительно важным. То есть это, конечно, большая честь для нас – работать в вашей республике. С открытием завода «Экоклинкер» промышленность Чувашии выходит на новый уровень. Это должно поспособствовать развитию экономики внутри региона. Ведь часто качественную керамическую продукцию организации закупают в странах Евросоюза. Мы сейчас буквально в Чебоксарах проводили рабочую нашу встречу. В принципе, есть дальнейшая перспектива, еще несколько проектов на миллиарды рублей для города Новочебоксарск. Чем больше предприятий, тем больше рабочих мест, причем высокотехнологичных. Зарплаты тоже обещают быть хорошими. Главное, чтобы в штате были настоящие профессионалы. Я с 2000 года работаю с директором, с Красновым Александром Семеновичем. Я очень благодарна, что в керамике проявила я себя как специалист. Я хочу сказать, что 1982 год, когда я приехала с Украины, с Донецка, для меня Чувашия стала, конечно, родным домом. Завод был построен за год с небольшим. Производители обещают выпускать керамическую продукцию мирового уровня. Это даст дополнительный импульс развитию новых технологий в Чувашской республике. Екатерина Абрамова, Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков. Республика. К другим темам. В республике состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии. Главным вопросом повестки стало противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Важное место в системе профилактики экстремистских проявлений отводится деятельности молодежных общественных объединений. В Чувашии их зарегистрировано 57 и еще более 2,5 тысяч незарегистрированных. В последние годы широкое распространение получила волонтерская деятельность. Наиболее успешным добровольческим проектом, на наш взгляд, является школа волонтеров, спортивное волонтерство. И об этом свидетельствует недавний форум «Россия и спортивная держава», проведенный на территории Чувашской республики 9-11 октября. И здесь участвовало около тысячи волонтеров, приняли самое активное участие. Это говорит о том, что несмотря на разные взгляды, разные вероисповедения, молодежь объединяется в реализации общественно значимых проектов. Проблемой остается тяга молодежи к неформальным объединениям и вытекающие из этого сложности. Для снижения деструктивного потенциала молодежных субкультур в республике проводится фестиваль альтернативных культур «СОК». Министр образования Владимир Иванов предложил приурочить его ко Дню молодежи 27 июня и придать ему статус окружного мероприятия. Я думаю, что это поддерживается. Я в основном в порядке направлю аппарат полноморожных представителей, для того, чтобы это было поддержано. Но я действительно одобряю, это нужная вещь. Тем более, уже проводится. Просто, может быть, формат сделки уже такой реально окружный. Молодые люди также задействованы и в трудовых бригадах. В этом году создано более 20 бригад. Около 600 человек работают проводниками во время каникул на железнодорожном транспорте и в загородных лагерях. Сформировано 5 строительных отрядов. Ну, Чувашка, республика, к сожалению, таких отрядов, к сожалению, мало. Вот мы ставим задачу... Процент низкий. Процент низкий. Процент низкий. Надо вовлекать, ибо дефицит в рабочей силе есть. Соблюдая все нормы безопасности, людей надо приучать трудиться. Совершенно верно. Они с молодых лет любили труд, не сидели на шее родителей. Вот мы вчера же обсуждали, допустим, да, 50% молодежи, которые потребляют разные спайсы, они сегодня нигде не трудятся, хотя в трудососудном возрасте. В вопросах антитеррористической направленности важно наладить эффективное межведомственное взаимодействие для оперативного обмена информацией. Михаил Игнатьев призвал членов комиссии держать ситуацию в республике на постоянном контроле. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. В этом году в президентский полк могут отправиться два брата-близнеца. Антон и Артем Барановы уже прошли предварительный отбор в элитные войска. Было ли это их мечтой? И как ребята готовятся к службе? Сбить с пяти минут кремлевскими солдатами? Познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Артем и Антон неразлучны с самого детства. Вместе ребята занимались легкой атлетикой, играли в хоккей, а сейчас ходят в секцию бокса. За последние годы обоим удалось собрать огромную коллекцию наград. Порой на турнирах близнецам приходится вставать на разные ступени пьедестала почета. Кто-то берет золото, а кто-то серебро. Бороюсь на каждом соревновании практически. Друг с другом. Да, друг с другом. Когда он был, перей меня, когда я. Нет, не обижались. Потому что соревнования, конкуренции. Уже сбили со счета. Не считали даже, не дали сколько. Отдать долг родине тоже стало решением обоюдным. Правда, поначалу близнецы не думали, что они отправятся служить в элитные кремлевские войска. Ребята грезили о морской пехоте, но неожиданно им предложили пройти другой отбор. Отбор был сперва в Маргарском районе у нас. Этот, в больнице. Потом в городе был отбор. Приезжали из Москвы. Здоровье у нас было нормально все. О спортивных успехах, да, спрашивали они. Чем занимаемся? Какие разряды? Мы отвечали, как бы лыжные гонки мы занимаемся и бегом, атлетикой легкой. У нас первый разряд по лыжным гонкам. Каждый год Чувашская республика отправляет в президентский полк 15 юношей. Но еще никогда в регионе в кремлевские войска не отбирали близнецов. Тут даже не склонные к сантиментам военные люди не могут сдержать эмоций. Представители президентского полка были очень приятно удивлены о том, что два таких красавца, будем так говорить, парня из нашего Маргарского района, они, конечно, обеими руками были за определение их президентской полки. И так подчеркнули, что очень редко, когда вот два братья-близнеца попадают в одну воинскую часть, именно в президентский полк. Очень строгий отбор. Очень строгий отбор. Конечно, там свои критерии и федеральной службы охраны, и других контрольных органов. Ну и мы, кажется, стараемся не упасть в грязь лицом, особенно по медицинским показателям. К военной службе братья готовятся не только морально. Каждый день потягиваются на турнике, чеканят строевой шаг. Близнецы мечтают о том, что они оба когда-нибудь заступят на самый почетный пост, к могиле неизвестного солдата. Конечно, рады за детей. Но вот до последней минуты пока вот не уверены, что они прямо туда и попадут. А так, надеемся, что попадут и рады, очень рады, конечно. На присягу вот думаем, поедем на присягу. Вообще, братья идут в армию по примеру отца. Сам Эдуард Баранов служил в Севастополе моряком. Свяжут ли его дети свою судьбу с военным делом, близнецы пока затрудняются ответить. Если один из них решит, то не откажется и второй. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Носителей чувашского языка год от года становится все меньше. К тому же, как могли заметить чебоксарцы, название некоторых остановок общественного транспорта, часть вывесок написана теперь только на русском. Языковеды бьют тревогу, ведь нововведение может еще больше поспособствовать искоренению национального языка. На днях в Чувашском государственном институте гуманитарных наук прошел совет, посвященный проблемам чувашского языка. Положено начало выпуску первого толкового словаря на чувашском в семи томах, издан фразеологический словарь. Но в то же время увеличилось количество одноязычных надписей, как то в названиях улиц, парков и организаций. В соответствии с статьей 20 закон о языках, название остановок общественного транспорта должно быть написано на двух государственных языках. Как и надписи с названием улиц, это придает пейзажу города его красивую специфическую двоязычную атмосферу. Недовольство вызвало и то, что даже афиши ко дню рождения республики и города были развешаны только на русском, кроме одной-двух. Как в дальнейшем будет исполняться закон о языках и кто будет за этим следить – еще один вопрос, который предстоит решить госсовету Чувашии. В Чебоксарах перед судом предстанет бывший сотрудник колонии, обвиняемый в совершении целого ряда коррупционных преступлений. Завершено расследование по отношению 37-летнего бывшего сотрудника колонии номер один. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки по трем эпизодам. По версии следствия, с мая по август текущего года обвиняемый, находясь на территории исправительной колонии номер один, расположенной в городе Чебоксары, изымал у пяти заключенных сотовые телефоны, которые им запрещено иметь, однако в нарушении действующих инструкций рапорта об этом не составлял и не ставил об этом вышестоящее руководство. Наоборот, сотрудник колонии возвращал их осужденным либо в обмен на сведения о наличии сотовых телефонов у других заключенных, либо за взятки. Так, например, один заключенный перечислил на указанный обвиняемый в номер мобильного телефона 4 тысячи рублей, а от другого получил 5 тысяч рублей через его знакомую у одного из торговых центров в Новоежном районе столицы республики. Еще троим он незаконно вернул изъятые у них сотовые телефоны, потребовав за это взятки на общую сумму 9,5 тысяч рублей, однако не смог реализовать свой преступный умысел до конца, поскольку у тех денег не оказалось. Злоумышленника поймали с поличным 20 августа после получения им взятки в размере 5 тысяч рублей. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до 7 лет лишения свободы. Екатерина Кудряшова, Республика. Служители Фемида 1 ноября отмечают свой профессиональный праздник. По традиции в Чувашском управлении чествуют лучших и принимают присягу новобранцев. Торжественное посвящение в судебные приставы состоялось накануне. Подробности в следующем материале. День судебного пристава в нашей стране отмечают пятый год подряд. В преддверии профессионального праздника в ряды судебных приставов Чувашии вступили 29 новобранцев. Руководитель управления отмечает, от качества работы судебных приставов зависит мнение граждан о правосудии в стране и регионе. Поэтому очень важно то, каким образом они выполняют свои обязанности. Я надеюсь, что вы на всю жизнь запомните эти слова. Слова, которые вы произнесли сегодня и многократно услышали из уст своих товарищей. И где бы вы в дальнейшем ни работали, вы должны помнить. При работе судебным приставом вы должны помнить, что от нас с вами зависит, получат ли тысячи детей на территории Чувашии в республике в деле содержания на свое существование. Хватит ли у пенсионного фонда денег на выплаты пенсии. Хватит ли в бюджете денег на социальное развитие республики. Среди новобранцев оказалось и немало девушек. Присягу в этот день прошла и Анна Никифорова. Мы, когда выходим на исполнение, всегда с нами сотрудники обыкновения сработают. И я лично чувствую себя в безопасности. Главное правильно, грамотно разложить должнику, либо заскателю, если будет проблема, ситуация, тогда вы не какой-то опасности не будете. Поздравили молодых сотрудников с принятием присяги и ветераны службы. Вспомнили в этот день и другую традицию. Клирик храма Николая Чудотворца, отец Владимир, окропил новобранцев священной водой. Анастасия Лангина, Республика. Год без хлопот подарил своим клиентам Сбербанк Чуваший. Уникальная акция проводится только на территории республики. Как можно стать ее победителем, смотрите далее. Об этом подробнее после нашего выпуска. А я с вами прощаюсь. До встречи. Акция «Год без хлопот» от Сбербанка стартовала 22 сентября. Чтобы стать ее участником, достаточно оплатить услуги ЖКХ или связи на сумму не менее 1000 рублей через интернет-банк Сбербанк Онлайн, банкоматы или платежные терминалы. Затем зарегистрировать номер платежа в специальной форме на сайте банка. Итоги первого этапа акции уже подведены. Главный приз, подарок первой категории у нас получила Быкова Анжелика Игоревна. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо Сбербанку. Помните, Сбербанк всегда рядом. Спасибо большое. Анжелика Быкова узнала про акцию «Год без хлопот» из квитанции оплаты коммунальных услуг. Решение поучаствовать обернулось для нее приятным сюрпризом. Девушка стала главным призером первого этапа и получила в подарок 55 тысяч рублей. Когда мне позвонили, у меня было столько эмоций. Я сначала даже, честно говоря, не поверила. Но потом, спустя некоторое время, все-таки поняла, что это на самом деле так. Была очень рада. То, что Сбербанк, как говорится, всегда рядом. Помогает жителям Чувашии поднять свое финансовое состояние. Спасибо Сбербанку. Деньги победителям акции Сбербанк перечислил на их счета. Но чтобы лично познакомиться со своими постоянными клиентами, счастливчиков пригласили в отделение банка. Сертификаты будут напоминать об этом приятном событии. Об акции «Год без хлопот» узнала от коллег по работе. Плачивала коммунальные услуги через Сбербанк онлайн. Зарегистрировала их на сайте Сбербанка, как указано было в баннере. И, конечно, не ожидала такого сюрприза. Стала обладать второстепенным призом 2500 рублей. Чему очень рада. Второстепенные призы от банка получили 10 человек. А кто еще не успел оплатить и зарегистрировать свои платежи на сайте Сбербанка – все впереди. С 22 октября стартовал второй этап акции «Год без хлопот». Его итоги будут подведены после 22 ноября. Кстати, при осуществлении и регистрации на сайте банка нескольких платежей вероятность стать победителем повышается. Акция «Год без хлопот» для страны на самом деле уникальная. Нигде в других регионах такая акция в настоящее время не проводится. Мы хотели как раз на нашей республике показать, что действительно такие акции полезны, они интересны для людей. И, конечно же, мы рассчитываем в первую очередь на рост платежей с использованием наших устройств самообслуживания и нашей системы «Сбербанк онлайн». Ну, как показывают результаты, действительно заинтересованность у граждан в этой акции есть. Прежде всего, для того, чтобы Сбербанк хорошо и долго-долго работал, это надо нам всем активно принимать в этом участие. И не бояться, не обманет никогда Сбербанк. Любите, цените и уважайте наш Сбербанк. В следующем году Сбербанк снова собирается порадовать своих клиентов подобными мероприятиями и, конечно, подарками. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...